Всем привет, дорогие друзья! С вами Криптовалюты. Сегодня мы разберем рынок криптовалют. Очень интересная информация у нас есть на сегодня. Мало кто замечает то, что альткоины уже нашли свое дно. И, соответственно, сегодня в этом видеоролике я дам аргументацию, почему это так. И, соответственно, успешные трейды. И то, что я ранее говорил, что биткоин сходит на 8000 долларов и тем самым ликвидируются лонговые позиции. То есть крупные игроки их просто закроют. То есть по итогу, что действительно так оно и случилось. Ордера, сделки вы можете найти в моем телеграм-канале. И, соответственно, если вы сомневаетесь, то, в принципе, есть скриншоты сделок, есть ордера. И формации, которые были на покупку биткоина, тоже они, в принципе, представлены. И будут представлены в видеоотчете за декабрь и январь месяц. Что мы делали в веб-группе, сколько мы заработали и так далее. Что касается биткоина самого, то, что действительно очень интересная формация. Дело в том, что здесь мы видим пин-бар. И, соответственно, что-то подобное произошло здесь. Здесь и здесь мы также, что сделали? Мы вышли за 100-й мувинг. И, соответственно, если мы на недельке смотрим, например, 200-й мувинг. Как это сделать? Это просто нужно зайти в настройки и перенастроить 200-й мувинг. То, соответственно, сейчас мы уже торгуемся по факту выше 50-го. По поводу 200-го на, значит, дневном таймфрейме. Мы еще до него, к сожалению, не дошли. Но потенциалем можем туда еще сходить. То есть, по сути, какие сейчас нужно делать действия. Я считаю, что нужно просто не пропускать мимо глаз такую вещь, что здесь у нас выбивались стопы. Здесь якобы зарекомендовала себе поддержка в районе 34 доллара по такой монете, как Zcash. Альткоины что-то примерно то же самое, в принципе, рисовали. Да, кто-то так лучше отрисовал картину, кто-то нет. Но, тем не менее, в принципе, уже сейчас что-то намечается очень интересное. Потому что на недельке практически мы у эфириума. Это вот диапазон топчемся мы 154-120 долларов за монету. То есть, говорить о том, что мы просто здесь стоим, мы не скажем. Но, соответственно, уже я считаю, что нужно уже рассматривать альткоины, нужно рассматривать покупки. Но другое дело то, что альтсизона можно так и не дождаться. У многих людей сейчас такая установка в голове. И, соответственно, скорее всего, люди будут лучше покупать биткоин, который скорректировался на 45%. Да, на данный момент, нежели они будут покупать, в принципе, альткоины. Ну, 40%, кстати, биткоин скорректировался, а по факту на 50%. Поэтому тут уже хозяин барин, тут кто как будет покупать. По поводу эфириума спрашивают, а что с ним? Я считаю, что у него все хорошо. Развиваются проекты. Рекомендую вам проект, который также поздравил своих, в принципе, игроков с Новым годом. И пожелал удачи, чтобы они почаще ловили эту самую удачу в Новом году. Проект Firespin. Firespin с контролем честности на платформе TruePlay, которая создана специально для индустрии азартных игр. На Firespin вы найдете игры от лучших мировых провайдеров, которые защищаются с контролем честности на блокчейне TruePlay. От любых манипуляций с шансом выигрыша. Пополняете счет с помощью эфириума, биткоина, альткоинов и с помощью банковских карт Visa, MasterCard. А также получаете выплаты без комиссии быстро и, главное, в срок. Вдобавок, FirePlay дарит новым игрокам щедрые бонусы за регистрацию или депозит. Кстати, для самых азартных свежая статистика от блокчейн-казино Firespin. Самые успешные игровые сессии за последнее время. Игра 300 Shields от провайдера Microgaming. Это 8938 долларов выиграно за одну сессию. Второе Book of Gold от PlaySum. А 7695 долларов. Третье Invisible Man от NetInt. 7502 доллара. Все цифры проверены. Все выплаты защищены блокчейном. А следить за игровой и финансовой статистикой можно на firespin.eu. Можно следить на сайте казино и блокчейн-эксплойере эфириум. Ну а ссылка будет в описании. Ну а что по поводу сезона альткоина. 2 ноября 2019 года перед проливом, который у нас случился. Например, лайткоин после 2 ноября уже потерял довольно-таки неплохо стоимость. Например, если мы здесь видели лайткоин по 58 долларов, то в дальнейшем он обвалился довольно-таки неплохо на 36 долларов. Это обвал. Это обвал, который составил 38%. И, значит, перед этим обвалом, естественно, кормили новостями о том, что альтсизону быть. И были вот приведены такие, в принципе, кстати, причины. Гораздо более уже четкие правила на данный момент. Речь идет о регуляции. Также второе институционалы уже здесь. Азия, ведущая инвация и блокчейн. Некоторые альты имеют рабочие продукты. Это, кстати, очень важно. И время исследовать, какие из них. И также здесь, значит, демонстрируются хэштегами альткоин. Это эфириум, биткоин. Хотя это не альткоин. Бинби, бинанскоин. Хотя это биржевая монета. И там нету какой-либо технологии у самой монеты. Потом Зелика, Матик, Тома, вообще не знаю. И все. То есть, практически, что мы можем сказать? То, что действительно, те Матик и другие IEO, это вот лично казино. Например, Матик, это не был первым IEO. И в соответствии с тем, что это не первая IEO, Binance просто, на самом деле, не сильно радовал, значит, трейдеров. Почему? Потому что им никто не трейдил. Первый был BitTorrent. Второй, вот я не помню, какое было IEO. Но, тем не менее, Матик не был ни первым, ни вторым. И трейдеры, которые, в принципе, инвестировали или инвесторы в монеты IEO на Binance, и они прогорали, и, соответственно, в Матик никто не заходил. Таким образом, Китам было выгодно помпануть Матик, потому что там никого в Матике не было. То есть, все монеты, которые выходили, они просто канули в бездну. Соответственно, я считаю, что вот таким образом все так и случилось. Что касается кратких новостей, дело в том, что Центральный банк Китая отчитался о завершении основной части разработки своей цифровой валюты. И следующие шаги будут касаться стабильности, безопасности и управления инструментом, сообщил директор подразделения платежных и расчетных решений Народного банка Китая Му Чанчун. Первым цифровой валюты протестируют Шэньчжэнь и Сючжоу. Согласно доступной информации, для этого Народный банк Китая привлек к сотрудничеству 7 крупных банков и телекоммуникационных компаний страны. Илон Макс заявил, что биткоин не мое кодовое слово. И в октябре 2018 года сооснователь PayPal и CEO SpaceX уже публиковал похожую загадку, когда спрашивал своих читателей, не хотят ли они прикупить биткоинов. В апреле 2019 года Макс написал в твиттере одно лишь слово «эфириум», после чего добавил шутка. Ну а кстати, будущего Илона Маска он в 2022 году намерен транспортировать на Марс оборудование для добычи ресурсов и энергии, а также устройство для производства, пригодного к дыханию воздуха в рамках плана по колонизации планеты. Кстати, доля биткоинов на биржевых кошельках достигла 10% в общем объеме эмиссии. И всего несколько месяцев назад токен Enelist оценивал долю биткоинов на биржах в 6,7%. Сегодня Glassnode отображает значение выше 10%. За три последних года количество биткоинов под их контролем, ну собственно бирж, выросло на 700%. Ну а биржи, это мы сами знаем, что это казино, и практически те, кто играют на маржиналке, они теряют свои биткоины, они теряют свои деньги. Вместо того, чтобы возможно походить, чуть-чуть подождать, люди готовы просто сейчас заработать, например, 200%, нежели ждать гарантированное 50%, ну условно говоря, или 30%. Кстати, Адам Бэк заявил, что SEO Ripple скупает биткоины на деньги, вырученные от слива XRP розничным инвесторам. Речь идет о пиковой стоимости XRP в 3 доллара, а то и даже выше. И он, вероятно, поддерживает биткоин и, вероятно, накапливает биткоины на деньги, вырученные от слива XRP розничным инвесторам, заявил SEO инфраструктурная биткоин-компания Blockstream. Ну, на самом деле, XRP действительно вкладывается в рекламу, в новости, в партнерство. Да, это все классно, но, как ни крути, биткоин – это одна единственная криптовалюта, которая имеет место быть на этом рынке криптовалют, потому что под биткоином есть такое понятие, как майнинг и ценность дорожания, ASIC-оборудование для добычи биткоина, халвинг. Это все стремительно, как снежный ком, естественно, нарастает и, конечно, положительно в долгосрочной перспективе влияет на цену биткоина. Но вот в отличие от XRP, которая просто партнерится со всеми и токен практически не растет, хотя Ripple – это не XRP. Да, соответственно, XRP – это токен, Ripple – это компания. Но, тем не менее, в принципе, мы видим, что XRP токен, как ни крути, но это худшая инвестиция в 2018. В 2018, ну, если вы покупали по 3 доллара, а там ниже нельзя было, кстати, купить в 2018, ну, может, и можно было за 2 доллара, значит, это 2018 начало, 2019 и вот 2020, по крайней мере, начало января. Поэтому XRP, если вы по доходности, значит, сопоставите, но он не сравнится с биткоином. Биткоин дал 300%, XRP дал 80%. Ну, имеет место быть, конечно, задуматься. Ну, а с вами был Криптов Тейв. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про конкурс. Он будет чуть позже. Просто сейчас немного дела, новогодние праздники и все такое в духе. Все, всем удачи, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok